Но при этом можно испортить самое лучшее полезное занятие, если заниматься им без ума. Это все в комплексе помогает нам сделать нашу жизнь гораздо более безопасной в смысле травмирования. И это не полезно для нашего организма. Здравствуйте, друзья и коллеги. Я Станислав Чернонок, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматики. И сегодня мы с вами поговорим про растяжку. Вообще, в последнее время растяжка приобрела очень широкое распространение. Считается, что растяжка – это очень полезно. И вообще, надо всем тянуться. Чем больше все тянутся, тем больше счастья. Увы, это далеко не всегда так. Не все йогурты одинаково полезны. Дело в том, что если тянуться неправильно, то вреда от растяжки будет гораздо больше, чем если вы вообще не будете тянуться и вообще не будете заниматься. Можно себя реально покалечить через растяжку. И у меня есть конкретные реальные примеры моих пациентов, которые искалечили себя, пытаясь растянуться и сесть, положим, на шпагат. Я абсолютно уверенно могу утверждать, что растяжка – это мегаполезно. И давайте перечислим ее полезные результаты. Во-первых, когда мышца долгое время находится в сокращенном состоянии, внутри мышцы формируются области сверхнапряжения спазмов, то, что называется тридерные точки. И в тот момент, когда мы мышцу растягиваем, это помогает мышце расслабиться и начать работать более правильным образом. Важная ремарка – растяжка – это не только шпагат. У нас порядка 650 наименований мышц в нашем теле, и каждую из этих мышц можно и нужно растянуть. Второй существенный плюс заключается в том, что, когда мы растягиваем мышцу, мы укрепляем и стабилизируем ее места прикрепления. Это сухожилие. Во-вторых, мы улучшаем функционирование суставов. И, наконец, мы тренируем связочный аппарат. Это все в комплексе помогает нам сделать нашу жизнь гораздо более безопасной в смысле травмирования. Каждый раз, когда мы падаем и наши мышцы не растянуты, велика вероятность того, что мы травмируемся. Если наше тело эластичное и пластичное, то шансов травмироваться гораздо меньше. Третья польза от растяжки заключается в том, что, когда мы мышцу растягиваем, мы выдавливаем из нее межклеточную жидкость, лимфу и кровь. Это позволяет новой свежей жидкости прийти внутрь мышцы. И это бывает довольно полезно для мышцы. Четвертая польза заключается в том, что мышца – это сложная структура. Если вы кушали когда-нибудь мясо, то знайте, что там есть много волокон. Кроме того, существует много слоев мышц, которые пересекаются между собой. Волокна имеют свойство между собой слипаться, что существенно снижает эффективность мышцы. Кроме того, разные мышцы, в том числе идущие кардинально в разных направлениях, тоже норовят между собой срастись и слипнуться, что, опять же, существенно ухудшает качество их работы. В тот момент, когда мы растягиваем мышцы, вот эти вот пучки между собой разъединяются, а волокна, идущие в разных направлениях, отделяются друг от друга, что делает работу мышц гораздо более эффективной. Последнее, неочевидное, но одна из самых важных пульс растяжек. Дело в том, что каждый раз, когда мышца сокращается, парадоксальным образом, будьте внимательны, мышца растягивается. Дело в том, что наша стилетная мускулатура – это поперечно-полосатая мускулатура. Она состоит из как бы маленьких терпичиков. Каждый маленький терпичик сокращается, а пространство между терпичиками растягивается. Соответственно, когда мы выполняем растяжение мышц, мы тренируем вот эти вот связи между терпичиками и таким образом ориентируем их в правильном направлении, что делает наши мышцы гораздо более эффективными, прочными и надежными. Поэтому плюсы от растяжки неоспоримы. Более того, в нашей системе, нашего организма уже прописана правильная растяжка. Это все потягушки, которые вы делаете об утром. Фактически, когда вы потягиваетесь, вы выполняете растяжку, все высшие животные, начиная от курицы, кончая титами, потягиваются регулярно и выполняют растяжку в естественном режиме своей жизни. Но при этом можно испортить самое лучшее полезное занятие, если заниматься им без ума. Кстати говоря, в конце этого видео расскажу вам про постизометрическую релаксацию, метод, который позволяет вам растягиваться на массажном столе. Не растягивать себя самому, а доверить это специалисту. Давайте позовем модель и посмотрим, какие ошибки она допустит. Идите к нам. Коллеги, вот у нас был рояль в кустах. Николай показывал, как работать в модели. И я увидел, мне было физически прямо больно на него смотреть. Первая история была связана с тем, что он сразу начал тянуться на холодную мускулатуру. Категорически нельзя тянуться перед физической нагрузкой. Наоборот, надо сначала совершить физическую нагрузку или сделать массажик на области, которые вы собираетесь тянуть, а потом уже тянуться. То есть, условно говоря, если мы тянемся вперед, вот, да, о боже, опять, опять, что это? Ну как так можно? Стоите, прекратите. Вторая страшная ошибка. Сразу самый вредный и опасный вид растяжки. Кинетическая растяжка. У нас с вами существует три вида основных растяжки. Три. Первая – пассивная. Вторая – активная. Третья – кинетическая. Что такое пассивная растяжка? Мы медленно вот так вот наклоняемся вперед. Медленно наклоняемся вперед. Сколько тянется, столько тянется. Никакого насилия. Не пытаемся дотронуться до полу руками. Вот. Встали и наблюдаем за тем, как мускулатура прямо течет. Да? Чуть-чуть подсогните коленки. Удобно? Голову вывести. Повесьте голову вниз. И вот, смотрите, прямо я наблюдаю, как прямо на глазах у меня происходит опускание под силой тяжести. Мышцы расслабляются, и длина мускулов увеличивается. Наша задача вначале – расслабить все напряженные мускулы. И они, для того, чтобы они расслабились, им надо какое-то время подвергаем мускулы растяжения исключительно за счет силы тяжести мышц или силы антагониста. Это, на самом деле, вот этот паттерн, когда мы усиленно начинаем что-то тянуть, это идет с уроков физкультуры. Нам сначала сформировали неправильный стереотип того, как надо заниматься физической культурой. Потом мы все ненавидели эту физкультуру, потом мы идем в зал спортивный и начинаем заниматься по этому вредному лекалу. Напишите в комментариях все, кто хотя бы раз в жизни покупал годовой абонемент в спортзал, сходил два раза, три раза, заболел и больше никогда не ходил в спортивный зал. Следующая ошибка – это когда мы начинаем тянуться активно. Например, беремся за заднюю поверхность и начинаем себя усиленно тянуть, усиленно вот прямо тянуть и тянем. Это, опять же, подвергает избыточному риску нашей связки, сухожилия и суставы. Если сустав не готов к тому, чтобы «Ой, у меня шея заболела. Вот, показывал вам, заболела шея». Это прямо очень часто случается, когда мы применяем силу для того, чтобы увеличить длину мышцы. Может статься, что мышца не готова, сустав не готов, и мы его травмируем. Если что-то не тянется, то вполне возможно, это защитный механизм, который защищает вас от серьезных проблем. У меня была клиентка, она мечтала сесть на шпагат. Она села на шпагат. Что она получила? Она получила, извините, матка у нее вывалилась. Выпадение матки – довольно неприятная история. Она была несчастлива своему шпагату, потому что они готовы были оплатить такую цену. Это сплошь и рядом такое случается. И в некоторых случаях, например, у нас укороченная задняя поверхность ног, ровно из-за того, что мы имеем проблемы по грудному отделу позвоночника. Мышцы, которые должны удерживать нас по спине, они не работают, и тело для того, чтобы не упасть вперед, перекладывает нагрузку на заднюю поверхность бедер. Как следствие, задняя поверхность бедер укорачивается, и как следствие, в тот момент, когда мы растягиваем ее, противоборствуя естественному защитному механизму организма, мы получаем очень существенные проблемы по спине. Следующая ошибка – это ждать быстрых результатов от растяжки. Штука в том, что мы должны понимать, что структуры, которые мы растягиваем, они живые. Это не просто тело было коротенькое, стал длинным. Это не делается по щелчку пальцев. Клеточкам, буквальным, живым, физическим клеточкам вашего тела, надо дать некоторое время, чтобы они изменили свою биохимию, выработали вещества, приклеились к другим клеткам, чтобы это было не опасно и не травматично. И, соответственно, если вы хотите получить хороший результат вчера, то лучше не делайте это или сразу запишитесь к хорошему терапевту. Очень частая ошибка – это выполнять растяжку на зажатом дыхании. Многие начинают делать это следующим образом и начинают тянуться. Это верный способ получить грыжу пищеводного отверстия, иметь проблемы по внутренним органам. Или, например, когда мы делаем резкий выдох в момент растяжки, мы рискуем, опять же, травмировать свою диафрагму. Вот мне прямо нехорошо стало по моей шее, хотя казалось бы, что я такого сделал. Ну и еще очень важный момент или ошибка – если у вас легко получается растяжка, то некоторые прямо начинают радоваться и тянуться изо всех сил. В огромном количестве случаев избыточно хорошая растяжка является диагнозом медицинским – гипермобильность суставов. Это может быть связано с тем, что у вас либо генетика специфическая, которая обеспечивает недостаточную фиксацию суставов, избыточную эластичность связок, они становятся рыхлыми, или у вас просто физически не хватает веществ, из которых должны строиться связки, сухожилия и мышцы. Есть так называемые незаменимые аминотислоты, которые не вырабатываются в человеческом организме, если мы не потребляем специфических продуктов. И если этих веществ не хватает, то наши связки, сухожилия и мышцы становятся избыточно рыхлыми и растягиваются легко, и это не полезно для нашего организма. Ну и давайте теперь я покажу, каким образом мы можем заменить растяжку в зале на растяжку на массажном столе. Вот у нас есть диапазон растяжения бедра, задней поверхности бедра. Вот существует способ, когда мы просто мягко тянем ножку, а существует способ, когда мы получаем тот же самый результат гораздо быстрее. Запомните диапазон движения, в котором нога растянута сейчас. Вы сейчас активно сопротивляетесь мне. То есть давите пяточкой на меня, прямой ноги. Давайте. Раз, два. В течение пяти секунд. Раз. Активнее, активнее. Раз, два, три, четыре, пять. И расслабились. И еще раз. И расслабились. Мы можем получить очень существенное изменение длины мускула за счет того, что все мышечные волокна расслабляются в процессе этого растяжения. Любопытная часть здесь заключается в том, что подобная растяжка чрезвычайно полезна для роста мышечной массы. Если мы мышцу таким образом растягиваем, то она увеличится в объеме через некоторое время, потому что это дает большую нагрузку на мышечные волокна. Если вы воистину хотите помочь вашим клиентам оказаться внутри нового тела, расширить горизонты своего организма, начать чувствовать себя лучше и стать более счастливыми людьми, то переходите по ссылочке в описании к этому видео и регистрируйтесь на наш бесплатный онлайн-семинар. И вы получите всю информацию, которая поможет вам подняться на другой уровень и начать помогать вашим клиентам, вашим родным, вашим близким. Ну а с вами, как всегда, был Станислав Черноног, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и саматити, создатель одноименного сообщества, где мы исследуем наши тела, смотрим на маленькие, но очень эффективные секретики того, как мы можем помогать другим людям, делимся опытом в комментариях друг с другом, отсылаем наши видео людям, которым они будут полезны, может быть, спасаем кого-то из своих близких от глупостей и ошибок, которые они совершают, и вместе развиваемся и растем. Оставайтесь вместе с нами, до новых встреч, друзья, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok